Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Я сразу скажу, что вины врачей тут точно нет, и система здравоохранения определенно не может отвечать за то, сколько инфицированных, потому что мы не можем, конечно, отвечать за поведение общества. Но здесь, скажем так, я думаю, через некоторое время на эту тему будут и исследования, и, возможно, появятся новые факты. На данный момент мое такое субъективное осуждение на эту тему заключается в том, что весной, когда все это началось, никто ничего не знал, было очень много непонятных вопросов, и Кабинет Министров сразу принял решение вводить чрезвычайное положение, и мы как бы пошли на максимум разных ограничений. И люди, конечно же, об этом следили, это было во всех новостях, это до сих пор во всех новостях. И это, конечно же, заставило людей не ходить ни на публичные мероприятия, потому что они, конечно же, были тоже запрещены. И люди, никто не понимал, что происходит. Конечно же, возможно, здесь была капелька везения, нам повезло, что мы так прошли, нам не пришлось проверять, насколько наша система здравоохранения работоспособна, сколько у нас и так сниженное количество человеческого ресурса в системе, сколько-то оно может еще выдержать, если мы последние 15 лет, скажем, работаем уже на пределе. И летом, когда было понятно, что мы один из лучших примеров в Европе, а то и в мире, что у нас были такие сразу серьезные ограничения, да, пострадала экономика, но я не хотел бы даже сегодня говорить со стороны экономики, потому что это нужно говорить с экономистами, как с этой стороны все происходит. И люди немного расслабились. Когда подходил сентябрь, все поняли, что, ну, раз мы прошли первую волну так легко, то почему бы не прошли бы вторую волну? Ну, скажу сразу, чтобы всем было понятно, и то, что происходило вокруг Европы и в мире, было уже в августе, в сентябре понятно, что ситуация будет достаточно серьезной, и не удастся пройти так, как это было весной, потому что фактор номер один — это все-таки холодное время, зима, когда появляются тоже остальные вирусы, люди больше времени проводят в помещениях, тяжелее изолироваться, держать дистанцию, меньше мы проводим времени на свежем воздухе, и это все, конечно же, влияет очень сильно. Фактор второй — то, что на людей, я все-таки думаю, подействовало, такую злую шутку сыграло, что раз мы первую волну перенесли, так, значит, вторую перенесем. И уже никто не верил, что нужно особо соблюдать ограничения. Скажу честно, за месяц до того, как было введено чрезвычайное положение у нас в Латвии, на самом деле большинство работников медицинских учреждений уже жило по принципу «дом, работа, дом» и больше ничего. И было достаточно странно, когда ты заходишь в больницу, и внутри больницы ты все время в таком работаешь, понимая, что ситуация достаточно серьезная, и с каждым днем она становится все более серьезно, а выходишь на улицу, и все, что ты видишь вокруг, что жизнь продолжается полностью по-новому. Поэтому здесь я, конечно, не могу не сказать, что коммуникация со стороны и правительства, и со стороны тех людей, которые отвечали за ограничения, была все-таки не совсем достаточной. Люди не понимали, насколько ситуация серьезная, не верили этому. И план этих четырех уровней, который был принят практически только за две недели до чрезвычайного положения, я считаю, что его должны были уже рассказать, принять и пояснить людям еще в августе, в худшем случае в начале сентября, когда все возвращались в школу. То есть в это время уже люди должны были понять, что нас ждет дальше. Если цифры начинаются, становятся такими, значит, будут следующие ограничения. Эти ограничения нужны для этого, этого и этого. То есть такая постепенная, большой план, на котором тогда и больницы могли дальше строить свои ограничения. Конечно же, не отрицать то, что больницы готовились, и за лето были подготовлены все планы, что происходит в тот момент, когда количество инфицированных будет расти, количество попавших в стационар будет расти, и, ну, это было явно. Здесь можно спекулировать, можно рассказывать все, что угодно, но это было специалистам, которые работают в сфере, было понятно, что ситуация будет развиваться в этом направлении, и, к сожалению, без ограничений мы не сможем. И математика здесь очень простая. То есть то, что я пытаюсь объяснять в последние дни, когда у меня спрашивают о вопросах, во всяком случае, я считаю, что долг каждого врача сейчас, если задают вопрос о ковиде, пытаться в той мере, в которой врач, специалист, медсестра, работник медицинской сферы, эпидемиологи понимают и разбираются, в той мере рассказывать и объяснять людям. Потому что если человеку не ответить, он, скорее всего, пойдет в интернет и прочитает очень много ложной информации. То есть мы можем в сфере здравоохранения любое отделение перестроить под отделение для пациентов с ковидом, которые поступают. Но, к сожалению, если закрывается одно отделение, где до этого лечились пациенты, их болезни и сами эти пациенты никуда не пропадают. Да, можно какими-то перестановками сделать так, чтобы все равно и этих пациентов, часть из них оставались в стационаре и продолжали лечиться. Но нужно просто понимать, что в один момент мы дойдем до ситуации, когда по факту в больницах могут лежать только пациенты с ковидом, и все остальные болезни не будут лечиться. И это определенно то, чего мы бы не хотели бы со стороны системы здравоохранения, чтобы так произошло. Насколько вот эта теория о том, что мы все рано или поздно переболеем, и речь только о ковидом, и речь идет только о том, чтобы это не случилось одномоментно, а чтобы это было растянуто во времени, вот насколько такая теория, она правдива? И, ну, в принципе, есть ли шанс, что какая-то часть населения все-таки переболеет, а большая часть все-таки останется здоровой? Ну, эта теория была одной из главных, на которой основывалась позиция Швеции, которая обычно, как пример, вопреки латвийскому государству и остальным государствам, которые вводят ограничения, показывают, рассказывают, потому что прочитали что-то в интернете. Ну, сейчас Швеция борется с последствиями того, что они выбрали именно такую теорию. Да, до сих пор понятно то, что, возможно, и большинству придется переболеть или каким-либо образом встретиться с этим вирусом, но вы очень правы и правильно сказали, это нельзя допустить, чтобы это было единомоментно, потому что сейчас мы видим, что в больницах вчера, наверное, был первый день, когда было выписано из больниц больше, из стационаров, чем поступило пациентов, потому что тенденции до сих пор в цифрах достаточно печальные, в том плане, что, еще раз повторю, больницы можно перестроить как угодно, но остальные болезни никуда не пропали. И в данный момент эта нагрузка, которая идет на работников медицинской сферы, в том, что мы пока не отменили большинство плановых услуг. То есть есть какие-то, есть манипуляции, операции, которые уже отменены, но частично пока что. То есть это не так, как было весной, и никто этого не хочет, потому что если сегодня что-то отменяется, этот пациент не пропадает, его болезнь не пропадает. Если ему нужна операция сегодня, она нужна будет и, скажем, через полгода. И он все равно вернется в стационар, это значит, что будет намного больше работы потом. Поэтому мы хотим, и это главная цель, чтобы очень резко не взрастало количество поступающих в больницу с ковидом, потому что и, к сожалению, медицинский персонал болеет. Мы каждый день практически в больницах узнаем, кто где-то из коллег, медсестер, врачей, санитаров, помощников врачей заболевает и, к сожалению, выпадает из этого рабочего ритма. И еще один, скажем так, фактор, который влияет очень сильно. Вот если человек выпал, многие говорят, ну, я переболел просто как гриппом, это насморк, ничего такого особенного. Проблема в том, что предугадать очень тяжело. Некоторые выпадут на три дня, некоторые на пять дней. И выждав эти десять дней, которые сейчас приняты как временной период, после которого можно вернуться на работу, все равно десять дней придется ждать. Это раз. Два. Некоторые болеют две недели, некоторые болеют три недели. У нас возрастные категории, ни для кого это небольшой секрет. Нет, все это знают, что в медицинской сфере очень много врачей, особенно медсестер, которым за 50 лет. И эти люди все автоматически в группе риска и на то, чтобы эта болезнь протекала не в очень легкой форме. И это очень сильно осложняет сегодняшнюю ситуацию. А вот вы уже упомянули людей, которые не верят в серьезность ситуации. И сейчас даже придумали им ковид-диссиденты, такое даже название. По-моему, вчера были в новости о том, что разгоняли в Берлине демонстрацию такого рода людей, отрицающих ковид. И мы видим у себя тоже на сайте MixNews людей, которые в комментариях. Это чаще всего очень похожие комментарии, как будто бы написанные под копирку. Люди, не верьте, никакого вируса нет. Снимайте маски, даже их называют намордниками. Это попытка ограничить вашу свободу. Вот в чем причина? Это, как вы думаете, это какое-то движение, это просто защитная реакция людей, которые не хотят верить во что-то плохое. Что это за люди? Я думаю, что, с одной стороны, определенно часть этих людей просто не хочет понимать ситуацию. В любой ситуации, что бы ни происходило, даже если мы не касаемся только ситуации с коронавирусом, будет часть людей, которые всегда будут против и будут искать какие-то теории заговора. Скажем так, 10% от общества всегда там против будет. Я думаю, что нельзя исключать то, что есть и организованное движение на дискредитацию того, что делает правительство. И опять же, когда я обычно об этом начинаю с людьми говорить, мне сразу, напротив, говорят про экономику и то, что они помогают. Здесь мы не касаемся экономики. Я не экономист, я не могу сказать, правильно или неправильно делят деньги и поддерживают людей в обществе. Здесь я могу отвечать только за то, в чем я немного разбираюсь. Это медицинская сфера и то, что мы видим внутри системы. И да, определенное движение, которое специально пытается дискредитировать. К сожалению, и медицинский персонал, и эти разные названия для врачей, которые вдруг все пришли к единому заговору и теперь против народа настроены. Но любой человек, которому кажется, что это правда, просто нужно задать вопрос. Мы иногда, когда происходят консилиумы, происходят дискуссии о пациентах, 3-4 человека между собой не могут найти общее мнение в медицинской сфере. А тут вдруг все общество придумало, общество, я имею в виду врачей, медсестер, пришло к общему мнению, что все, вот теперь мы будем всех обманывать и не будем рассказывать, что есть какие-то выдуманные пациенты. Но я не могу это по-другому назвать, как просто абсурд. Фактор номер три, конечно же, я думаю, здесь очень сильно влияет то, насколько люди образованы в плане базовых каких-то наук, которые еще учат в школе. Это биология, это химия, это физика. У медицинских студентов есть такая болезнь третьего курса. Ее называют, я коротко расскажу, что это. Это когда ты закончил первый и второй курс, базовые науки, анатомия, клеточный уровень, основы. И тогда ты, наконец-то, попытаешь к самому интересному. На третьем курсе начинается такой предмет, как патология, он общий. И ты начинаешь учить и получать информацию о разных болезнях. Говорят, что студент-медик, проходя вот на третьем курсе, мы проходим через все эти болезни. То есть мы думаем, что мы всем этим болеем. А потом вдруг к концу шестого курса выходит так, что оказывается, что в большинстве этих болезней у нас нет. Вопрос, почему так? Да потому что это опыт и знания, которые нужно получать на протяжении шести лет. Не зря просто врачи учатся шесть лет. Это не так, что ты зашел в интернет и прочитал что-то. Не зря медсестры учатся четыре года. И к шестому году, да, ты начинаешь понимать, что оказывается, все-таки это не все так просто, что ты прочитал, прочитал симптомы, прочитал, чем болезнь выражается, и все. И ты знаешь уже, чем ты болеешь. И здесь точно так же. Люди думают, что они могут посвятить какому-то видео или какой-то публикации в интернете пять-десять минут, может быть, и полчаса. И, конечно, я понимаю, что критически воспринимать всю эту информацию тоже сложно. Будучи не в сфере, не без базовых знаний, это достаточно тяжело. Но я думаю, что это определенно вопрос последующих лет образования в сфере здоровья, понимания того, что наш организм из себя представляет, что значит болезнь. Я думаю, что в школах определенно нужны изменения. Правильно говорят, что мы после этого всего не будем жить так, как до этого жили. Ничего больше не будет так, как оно было до этого, и много чего изменится. Да, но вот мы коснулись уже вот этих фейковых новостей. Есть люди, которые отрицают полностью это заболевание, но есть очень много всевозможных фейковых новостей, которые дезориентируют людей. Может быть, самые какие-то такие распространенные мифы и абсурдные заблуждения о ковиде, если можно? Ну, наверное, самые-самые популярные, что ковида нет, и все эти пациенты, которые лежат в больницах, это простые цифры, и все врачи решили взять себе просто по свободнее период времени, не работать, отдохнуть, и метод, который был выбран, что вот есть какой-то мистический вирус. Это, наверное, самое такое, что приходит сразу в голову. Миф второй, который у меня лично не вызывает ничего, кроме смеха, это то, что маски придуманы для того, чтобы остановить развитие мозга у детей из-за недостатка кислорода, который поступает в их организм, или для того, чтобы провести, извиняюсь за термин, дебилизацию общества, опять же, из-за того, что будет кислородное голодание, из-за того, что носится маска. Ну, я в один момент, конечно же, есть такое чувство, что стоит ли вообще объяснять и рассказывать, и желание в один момент очень даже пропадает, но потом приходишь к выводу, а кто еще, если ты и твои коллеги, эпидемиологи не будут об этом рассказывать и объяснять людям. Конечно же, маски — это не панацея. Никто никогда не заявлял, что маски помогут и будут главным решением. Возможно, это, кстати, тоже проблема, почему людям тяжело принять и понять, как человек сам, как личность, может способствовать тому, что мы выйдем из этой ситуации с наименьшим негативным эффектом. Это то, что здесь нет одного метода. Это комплекс методов — это держать дистанцию, проветривать помещение, так же само носить маски, если это публичные помещения или внутри, поменьше контактировать с людьми, с которыми вы не проводите время каждый день, то есть если это не семья, не одно домохозяйство, поменьше с другими людьми встречаться, и тогда просто пройдет это время быстрее, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни. Понятное дело, что сейчас вопрос вакцины достаточно острый. Две фирмы заявили о высокой эффективности вакцины, и никто, конечно же, не может сказать на самом деле, как это все обернется в дальнейшем после вакцинации. Это еще один фактор, почему людям тяжело принять и понять. У нас, к сожалению, нет ответов на все вопросы. Весной так же было. Очень многие публичные личности сразу выступали и говорили, ну, чем мы там все эти врачи занимаемся, чем эти ученые все занимаются, неделю поработал и дали нам ответы на все вопросы. Но, к сожалению, так не происходит. И я могу сказать, что и весной, когда все это началось в больницах, мы получали новую информацию каждый день. Собиралась информация со всего мира, и были люди, которые нас информировали в больницах, которые работали неимоверные часы, чтобы здесь на месте те, кто работают, были информированы, что происходит, какие ограничения, как правильно дезинфицировать поверхности, как правильно и как долго дезинфицировать все, как нужно себя вести, как респираторами пользоваться, когда их можно снимать, нельзя, нужны ли дополнительные какие-то средства защиты. И бывало даже так, что в понедельник есть одна информация, в четверг она уже совсем другая. Это тоже давало такой дополнительный, конечно, стресс и нагрузку, потому что поток информации, и он сейчас, я даже скажу, стал еще больше. И в нем, конечно, очень тяжело ориентироваться человеку, который не в медицинской сфере. Ну вот как раз у нас люди очень, наверное, интересуются, есть звонки. Здравствуйте. Я напомню, что член правления Ассоциации молодых врачей, резидент университета имени Страдыни, Артур Шилов с нами на связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я все-таки думаю, что все проблемы, которые связаны с отрицаниями и с нежеланием использовать те же самые маски и соблюдать карантинные меры, связаны с тем, точнее, это последствия того, что у нас в стране наука и ученые, и врачи не поддерживались никаким образом. Там, скажем так, строились виды, что хорошо быть успешным и богатым, не нужно быть ученым, не нужно учиться и так далее, и тому подобное. Поэтому вопрос очень простой. Как вы думаете, почему в Латвии на данный момент не развивается вообще тема популяризации науки, как, например, в той же самой России сейчас начали и вообще в Европе? Спасибо, спасибо, я понял. Я хочу просто добавить, что во время первой волны даже гуляло видео, когда врач, по-моему, инфектолог, она говорила до тех пор, ну вот, по-моему, это было в Италии, она говорила до тех пор, пока вы футболистом будете платить миллионы, а ученым копейки, не ждите вакцину так скоро. Вы должны были поступать наоборот, тогда была бы у вас вакцина быстрее. Это и есть, на самом деле, один из ответов. Просто нехватка финансирования. Конечно, можно всегда говорить мало денег, мало денег, но мне нравится смотреть больше на цифры, и тогда мы можем сравнивать с другими странами. И относительно других европейских стран, сфера здравоохранения у нас, сфера того, как поддерживается наука, мы, конечно же, одни из последних. Ну, здесь, наверное, Румыния только идет за нами в сфере здравоохранения. И, ну, к сожалению, да, этой популяризации не было. И люди... Я, конечно, надеюсь, что вот эта вся ситуация заставит людей и заставила уже намного серьезнее относиться к своему здоровью, потому что принцип подхода, как человек может сохранить здоровье, он немного изменился. Это все никогда, на самом деле, не зависело от врача. И таблеток, которые человек пришел, вот там заболел или хронические болезни, он пришел, взял таблетку, и он живет спокойно, спокойно дальше. Это много факторов. И в большинстве это, конечно же, зависит от самих людей. Ведут ли они здоровый образ жизни? Курят? Употребляют ли алкоголь в большом объеме? Занимаются ли спортом? Что у них в питании? Чем они питаются? И я думаю, что это, конечно же, очень-очень зависит тоже от людей. Ну вот, Артур, есть, кстати, данные о том, что якобы... Ну, опять-таки, я вот хочу спросить вас, это fake news или нет, то, что курящие якобы реже заболевают коронавирусом, чем не курящие. И некоторые, например, считают, что алкоголь спасает от коронавируса. Тоже есть вот еще одна такая теория, которая гуляет. Да, насчет вот этого курения еще весной появилось несколько публикаций, и это очередная проблема того, что информационный поток был настолько большой, появляется столько публикаций, которые в дальнейшем потом заявляют о том, что они неправдивы, они некачественные, это ненастоящие данные, и их потом вынимают, скажем так, из журналов, из медицинских научных баз данных, а информация уже дошла до людей. И нет, к сожалению... Я, конечно, не смотрел сейчас последние, были ли какие-то опровержения, но по факту люди, у которых есть уже болезни, хронические болезни легких, к сожалению, у курящих людей это намного распространеннее, они с повышенным риском при заболевании быть с серьезным течением болезни, а не в легкой форме. Есть еще одно интересное статистическое наблюдение, якобы люди, которые носят очки, ну вот с плохим зрением, хуже, меньше заболевают, но здесь, по-моему, объяснялось тем, что поскольку они носят очки, у них часть лица, и вот закрытый... Слизистая глаза. Слизистая глаза, это будет правдой. Я потом еще про алкоголь не ответил. Да, с очками в больницах, с пациентами мы не работаем без чего-то в плане, если я, например, не использую очки, потому что они мне не нужны, я нормально вижу, то у меня идут простые защитные очки обязательно. Мы не работаем с пациентами, потому что доказано, что у тех, кто это не делает, это риск переноса инфицирования вирусом намного выше. И про алкоголь, про прошлый вопрос, ну, мы же знаем, что мифов и насчет других болезней много. Чем только люди не лечатся, и в больницах этих случаев можно столько наслышаться, когда, к сожалению, и в некоторых серьезных случаях, если мы говорим об онкологических заболеваниях, где нет месту промедления, люди выдумывают... Ну, об этом можно, на самом деле, книги писать, о том, как люди что-то где-то начитались, по телевизору наслушались и занимаются самолечением. К сожалению, конечно, в большинстве это приводит к очень печальному исходу или очень сильно осложняет ход лечения. Ну вот мы подошли действительно к такой серьезной теме. Что люди вообще знают о здоровье, насколько эти знания улучшаются или ухудшаются? С одной стороны, мы сейчас имеем возможности благодаря интернету доступа к любой информации, в том числе, кстати, и ложной действительно. И люди могут не пользоваться этой возможностью прочитать какие-то серьезные медицинские исследования. Они чаще всего верят каким-то фейк-ньюс и пытаются заниматься, может быть, чаще самолечением. Ну, то, что в наше время с каждым годом увеличивается количество ресурсов, где можно узнать что-то про здоровье и что люди используют эту возможность, но, к сожалению, мы им это запретить не можем. И каждый врач должен считаться с тем, что пациент, приходящий, он, скорее всего, уже что-то прочитал, если еще не прочитал. Он обязательно прочитает, он обязательно проверит все, что сказано. Как я уже сказал, главная проблема здесь вот то, что люди перестают доверять, теряется этот смысл экспертности. То есть, если ты учился, если ты набирался этого опыта как специалист, ты намного четче и намного обширнее можешь эту информацию анализировать насчет здоровья человека. не зря обучение вместе с получением диплома врача, потом период врача-резидента он составляет от 11 до 12 лет. Это не зря такой длинный долгий период. И люди не могут эту информацию. Я не отрицаю, что есть очень много полезных ресурсов, которые на простом языке объясняют базовые какие-то базовые вещи, базовые советы дают. Но, к сожалению, мы видим, что вот это увеличивается количество ресурсов, которые дают такую ложную информацию, и людям нужно очень быть осторожным. Если нет ощущения того, что идя к конкретному врачу вы не доверяете или вот той информации, о которой он говорит, есть ощущение, что нельзя доверять. В большинстве, конечно же, это наукой доказано, исследованиями доказано неэффективное лечение и проблемы в лечении пациентов. В большинстве это проблемы с коммуникацией, и тогда просто был бы банальный совет попытаться поменять врача, потому что если вот не сложилась эта коммуникация, конечно же, дальнейший ход лечения и то, как врач может помочь самому человеку встать на ноги и продолжать качественную жизнь, потому что врач по факту задача врача это показать путь и показать решение проблемы, а все остальное это, конечно же, остается на стороне пациента выполнять будет он или не будет выполнять рекомендации. Я также практически каждый день вижу, когда люди приходят и нужно человеку сказать о том, что если он будет продолжать точно так же употреблять алкоголь или он не будет продолжать двигаться, то это может привести к серьезным последствиям, если сейчас на данный момент это не так сильно проявляется и не так сильно влияет на его жизнь. И в большинстве, конечно же, ответ всегда предсказуем. Все эти люди говорят, ну что, ничего, можно же чуть-чуть и выпить. многие спортом не занимаются. К сожалению, это людей, которые уже так себе приняли все это, их не изменить. Я думаю, что это уже должно идти со школьного времени. Надо в школах намного больше рассказывать, намного детальнее. И я не знаю, может быть, конечно, сейчас что-то изменилось с того времени, в чем я сомневаюсь, когда я заканчивал уже больше пяти лет назад в школу, но мало. А здоровье организме человека я считаю, что очень мало разговоров. Тем более, если не ошибаюсь, до сих пор в школу не вернули такой предмет, как здоровье, который когда-то был. 67212-93.9, 67213-93.9, член правления Ассоциации молодых врачей Артур Шилов у нас на связи. Здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Известно, что медали две стороны. И наличие вируса, как бы, с одной стороны, конечно, вроде это как зло, но молодой человек, согласился, что очень много положительных моментов для мирового, как говорится, общества. Скажем, биржевые игроки без кризисов вообще не могут существовать. Для правительства тоже, как бы, это иногда положительный момент. Говорят, меньше народу, больше кислороду. вот, то, что так долго занимаются этим вопросом, ну, вопросом создания вакцины, применения вакцины, внедрения в нас, дает определенные объяснения. Вот, а вопрос у меня, ну, к молодому человеку следующий. Меня как-то очень удивляет вот манипулирование словами, потому что все время звучит, как бы, с одной стороны, заболел вирусом или даже, так сказать, там, умер от вируса. Потом постепенно акценты сменились в том, что с наличием вируса, то есть, как бы, заболел-то он, ну, или болезнь у него уже была, и причина его, там, смерти, допустим, тоже другая. А это является только как бы обстоятельством, которое... Так вот, я хотел бы, как медик, его, вирус это болезнь или вирус это является обстоятельством, которое вызывает какую-то болезнь или обостряет болезнь? Я понял. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что мы здесь не употребляли слово заболел вирусом, как бы это немножко... Нет, я, в общем-то, понял. Это тоже, это стандартный классический вопрос. Я начну, наверное, с этого конца объяснить про вирус. Вирус сам по себе это вирус, это частичка, которая вызывает, то есть попадает в слизистую, делится там, повреждает клетки, вызывает разную симптоматику, дальше попадает в легкие. И на самом деле это очень хороший вопрос. Номер один, вирус, коронавирус сам по себе напрямую может вызывать повреждения, то есть он может вызывать повреждения легких. Это то, чаще, почему люди попадают в стационар из-за повреждения легких. У них падает уровень кислорода в крови, им тяжело даже иногда дойти до туалета, такая отдышка сильно. Это первое. И, к сожалению, когда вот мы слышим, что где-то умер человек помоложе, у которого не было никаких хронических заболеваний, в большинстве случаев это слишком сильная реакция иммунной системы, с чем, конечно же, связан опять миф, чем сильнее работает иммунная система, чем ты моложе, тем все будет намного лучше и будет все в легкой форме. Опять же, этому мифу могут верить только те, кто не совсем понимает, иммунная система это не система, которая работает по принципу здесь я ее укрепил, выпил какой-то напиток, выпил какую-то таблетку и она тут стала работать сильнее. А там к вечеру она опять работает меньше, опять таблетку выпил. Иммунная система организма человека так, к сожалению, как бы нам хотелось не работает. Про хронические заболевания и умер с ковидом или от ковида. Я бы даже сказал бы так, что конечно, здесь зависит, в какой стороне как фиксируют данные. Кто, то есть, показывается человек, если он умер от инфаркта или от инсульта от ковида. Но уже доказано во многих исследованиях, что ковид является обостряющим фактором, чтобы получить тот же инсульт, тот же инфаркт миокарда, то есть инфаркт сердца. И это обе. То есть, человек очень, он спросил про две вещи, все-таки это вирус сам или он обостряет что-то. Обоюдно. И вирус сам вызывает, и вирус обостряет хронические заболевания. Опять же, миф, когда заявляют о том, что умер человек, которому больше 70 лет, и все пишут и говорят, ну, а что мы хотим? Пожилой человек, скорее всего, много хронических заболеваний. Ну, подождите, медицина развилась настолько, человек при определенном образе жизни, в этом возрасте, при определенной терапии, правильной, регулярном посещении врачей, может жить еще до 85-90, возможно. Но тот, он получает вирус, у которого воздействие не только на легкие, воздействие и на сосуды головного мозга. И я подозреваю и уверен в том, что появится еще много разной информации, на что он влияет, и этот человек осложняет все свои хронические заболевания. Поэтому чем больше этих хронических заболеваний, будем тоже говорить открыто и правдиво, в Латвии очень много людей, которые с лишним весом, люди употребляют очень много алкоголя, люди очень много курят, и эти люди автоматически входят в группу, у которых есть какие-то хронические заболевания. И чем больше их, тем больше риск, что вирус осложнит какое-то из этих заболеваний. И тогда, конечно, можно всегда спекулировать, тогда от хронического заболевания все-таки умер или от ковида. Не было бы ковида, этот человек со своим хроническим заболеванием жил бы спокойно дальше. Поэтому, на самом деле, я не согласен с теми, кто говорит, что это все неправдиво, и всем приписывают ковид. Это, кстати, еще одна из очень популярных, ложных таких, которые в интернете везде мусолятся, что подпишем ковид кому-то, и будут какие-то бонусы еще. Но, опять же, это абсурд. Ну что же, на самом деле, к сожалению, время нашей беседы завершилось, хотя очень много вопросов. Я надеюсь, что мы еще, может быть, как-то встретимся с вами. Снова в эфире был член правления Ассоциации молодых врачей, резидент университета имени Страды Илья Артуршилов. Спасибо вам большое, удачи вам в вашей работе. Спасибо. 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 Спасибо.